слава украине привет всем от полонского на россии как говорится грядут выборы которые конечно же такие выборы как я китайская балерина но путинская шайка лейка пытается придать им вид выборов да и значит каким-то образом пытается загнать на них людей и вот каким образом они это делают это очень интересно значит они они создали целую систему такую многоступенчатую как то и кого должен притянуть с собой на выборы они прекрасно понимают что но человек будучи адекватным человек будучи ну маломальски грамотным и хотя бы что-нибудь соображающим на псевдовыборы не пойдет машину но на этих выборах выбора нет это чтобы ходить просто чтобы проголосовать за путина потому что ну блин там все остальное это же непотреб да вот то есть этих фамилий тех людей которые там типа противостоят путину хотя они просто являются назначенцами их никто не знает и них никто никогда не слышал не видел не понимает кто это такие да соответственно путин нужно создать явку на выборах это они так решили также эта явка на выборах должна быть ну они в идеале видят 80 процентов явку и не менее 80 процентов за путина в принципе я думаю что такие результаты уже и подготовлены уже нарисованы но им нужно создать визуальную явку чтобы визуально это выглядело хорошо вот поэтому им нужно хотя бы скажем так центральные участки где будет телевидение обеспечить большим количеством так сказать желающих проголосовать за путина типа проголосовать за путина еще раз говорю после голосования там фактически нет типа проголосовать за путина и чтобы эта карусель постоянно крутилась люди заходили вот ну а минимальную явку они видят в 70 процентов понятно я не знаю сколько там они уже нарисовали я думаю что результаты выборов понятное дело уже заготовлены этой коню понятно да так вот интересно что чтобы создать вот такую вот карусель из желающих знаете эту искру из глаз сыпется у них значит голосовать за путина они обязали целый ряд граждан так сказать привести с собой ослов которые будут голосовать да вот например каждый член партии жуликов и воров это же ну так они сами называют партию единая россия должен привести с собой не менее десяти голов вот этого вот стада голосующего за путина да если ты бюджетник например то там зависимости от твоей категории бюджетности ты должен привести два или три как говорится голосованта до голосованта за путина и таким вот образом создать видимость видимость конечно посещение вот этих участков но вот тут начинается но дело в том что даже в москве и в санкт-петербурге их начали посылать то есть если раньше например спускалась например там на завод какой-то до директива обеспечить столько-то и столько-то такое-то вот участие в выборах путина и они обеспечивали без вопросов там была разнарядка ты 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 идешь ты приводишь столько ты приводишь столько ты приводишь столько карусель крутится значит это все мутится избиратель карусель крутится избиратель мутится да то сейчас их начинает в открытую посылать что интересно это уже второй случай после похорон навального когда вот этих вот рекрутеров на выборы путина начинают послать сначала вот к навальному начали люди приходите и знаете здесь не закрытыми лицами а менты стояли с закрытыми лицами Это уже говорит о многом, и людей было настолько много, что власти с этим ничего не могли поделать. Там уже третий день, по-моему, в воскресенье, все равно было очень много людей. Приходили, там, с цветами эту могилу забросали. Лучше бы взяли, как говорится, по бутылке Молотова, да пошли бы к Кремлю и там бы забросали. Было бы больше толку, уже сейчас бы жили в свободной стране. Но это ваше дело. Но, по крайней мере, перестали бояться. И вот сейчас, говорят, на вот этих вот предприятиях в Москве и в Санкт-Петербурге тупо посылают на три веселых буквы тех вот этих товарищей, которые приходят и обвешивают их оброком в плане путинского голосования за Путина и привода с собой людей. То есть это второй случай такой, знаете, массового неповиновения, когда говорят, дойдите вы со своим Путиным, знаете, куда. И они, собственно говоря, не сильно боятся, что их уволят. Дело в том, что из-за больших потерь на фронте, из-за огромного количества могилизированных, да, то есть они там могилизировали, не знаю, 500 тысяч, миллион человек, сейчас у расистов наблюдается дефицит рабочей силы. И если человека уволят с одного места, да ему наплевать, он через две минуты найдет себе другое. А вот работодатель этого работника уже не найдет. Очень сложно. Вот. И поэтому они перестали держаться за место. Плюс не всегда зарплаты соответствуют и так далее, и так далее. Они перестали держаться за место и начали более спокойно себя чувствовать. И как бы тупо говорят, да идите вы со своими выборами Путина, не хотим в них принимать участие. Понятное дело, что это говорят не все. Понятное дело, что там все равно вот это мычащее большинство, похрюкивающее, пойдет и будет за Путина голосовать, водку пить, еще что-нибудь. Но интересные такие уже ростки недовольства и ростки понимания того, что Путин, этот фашист, этот бандит, завел их страну куда-то не туда. Продолжение следует... Продолжение следует...